Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Открывая нашу встречу, я хотел бы прежде всего поблагодарить Владимира Геннадьевича Гронского за предоставленную возможность провести наш круглый стол вот в этих замечательных стенах. Зал, в котором мы с вами сейчас находимся, носит имя Модеста Андреевича Корфа, выдающегося историка, директора Императорской публичной библиотеки, одного из основателей российского русского императорского исторического общества. И отрадно, что спустя всего 160 лет российская национальная библиотека является активным членом уже российского исторического общества и деятельно участвует в наших ключевых историко-просветительских проектах. Сегодняшний круглый стол посвящен традициям и перспективам развития отечественного востоковедения. Само географическое положение России, геополитическая миссия нашей страны служить мостом между двумя частями света, между Западом и Востоком, веками сказывались на отношении нашего государства и просвещенной части нашего общества к Востоку. Этот интерес носил не потребительский, не хищнический характер, как это было, да и остается во многих культурах Запада, а воплощал доброжелательное стремление лучше понять быт и менталитет наших соседей. К слову, блестящее владение национальными языками стран пребывания выгодно отличает и наших российских дипломатов, работающих в странах Востока, от своих западных коллег. Пять лет назад мы широко отметили 200-летие отечественного академического востоковедения. Начало ему было положено здесь, в Петербурге, в 1818 году, когда граф Сергей Семенович Уваров основал при Кунсткамере так называемый Восточный кабинет. Еще в ту пору коллекционирование восточных рукописей и изучение восточных языков, этнографические наблюдения и исторические изыскания были не просто самоценны для науки, но и играли важную роль в процессе решения самого широкого круга дипломатических и внешнеэкономических задач. В советский период европолитические рамки нашего сотрудничества со странами Востока расширились еще больше, а востоковедение стало развиваться по пути более глубокой страноведческой специализации. Современная система отечественного востоковедческого образования во многом наследует этой двухвековой традицией. К сожалению, в тяжелый для страны период 90-х годов стал намечаться разрыв между академическим и прикладным востоковедческим знанием, возникли трудности с воспроизводством научных кадров, были утрачены многие международные связи. А так, что в последние годы ситуация начала постепенно меняться к лучшему. Сегодня перед нами стоит задача не просто вернуть прежние позиции, но и поднять планку в этой сфере еще выше. Шаги, которые для этого необходимы, активно предлагают наши ведущие ученые-востоковеды, среди которых и председатель отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге Михаил Борисович Петровский. Знаю, что уже в следующем учебном году, с 1 сентября, Министерство образования и науки России приступит к реализации новой ведомственной программы, в рамках которой будет осуществлена комплексная модернизация отечественной системы подготовки востоковедов и африканистов, с учетом национальных интересов России и растущих потребностей рынка труда. Рассчитываю, что Константин Ильич Могилевский в своем выступлении поделится с нами планами министерства. Серьезным подспорьем в развитии востоковедческих исследований могла бы стать и оцифровка крупнейших коллекций восточных рукописей, хранящихся сегодня в Институте востоковедения в Москве, в Институте восточных рукописей в Петербурге и в Казанском федеральном университете. Рассчитываю, что в ходе сегодняшней встречи нам также удастся обсудить и вопрос об актуализации этого ценнейшего документального наследия. Важную роль, безусловно, играют и федеральные архивы. Уже традиционным стало сотрудничество Российского исторического общества, Федерального архивного агентства и Росконгресса при подготовке ежегодных историко-документальных выставок на площадке Восточно-экономического форума, который проводится во Владивостоке в начале осени каждого года. Планируем, что на этот раз соответствующая выставка в сентябре будет посвящена основным вехам антиколониальной борьбы народов Востока. Завершая, отмечу, что в следующем году нам предстоит отметить и целый ряд крупных исторических годовщин. Напоминающих о вкладе нашей страны в историю народов Востока. Среди них 75-летие установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, 100-летие постановления Политбюро ЦК РКПБ о национальном размежевании республик Средней Азии и 300-летие Российской Академии Наук, в рамках которой зародились первые отечественные востоковедческие школы. Я уверен, что подготовка к этим юбилеям позволит органично вплести тематику развития отечественного востоковедения в обширную и многограммную повестку российского исторического общества. Уважаемые коллеги, я с удовольствием передаю слово Михаилу Борисовичу Петровскому. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Спасибо большое за это собрание. У востоковедения всегда ждет внимание и всегда доказывает, как мы важны. Общая ситуация мировая тоже важна и показывает, что мы востребованы и нас ждут правильного понимания того, что мы можем сделать, а мы ждем этого государства. Так сложилось, совершенно естественно, что у нас сегодня на экономическом форуме проходит тоже круглый стол посвященный востоковедению, который мы давно готовили. Там мы как бы обращаемся к работодателям, экономистам и думаем, что там тоже найдем ответ. Поэтому я думаю, вы нас извините, если мы с Алексеем Александровичем уйдем на несколько минут раньше, потому что туда ехать далеко. Очень важные действительно происходят события и вот эта замечательная программа, о которой мы будем говорить и множество разных встреч. Я хотел бы несколько вещей, пунктов отметить, важных, как мне кажется, в наших разговорах о востоковедении. Первое, что востоковедение – это действительно совершенно особая наука. Как получилось, что экономическая, энциклопедическая наука 18 века в 21 веке стала синтетической наукой на стыке наук, которая использует все различные гуманитарные науки, их методы для совершенно особого изучения, такой двойной оптики. Собственно, востоковедение – это наука о чужом, это не просто о востоке, востоке понятие широкое, это широкое. Восток – это такая двойная оптика и понимание чужого, понимание иного. Причем, как ни странно, востоковедение становится, может, особо важным сейчас, в эпоху, когда у нас есть гугл-переводчик, и кажется, что механический перевод делается легко машиной. Тем более важен тот смысл, который стоит за механическим переводом, который только очень глубокое познание менталитета, языка, значение каждого отдельного слова. Востоковедение понимает, читает текст и знает не только, что написано, что за этим текстом стоит, что не сказано, что хотелось бы сказать и так далее. По крайней мере, это у нас учат, и это мы должны быть очень верно заметили. У нас есть традиции отечественного востоковедения, они очень особенные, специфичные, кроме доброжелательности и всего. У нас было прекрасное всегда сочетание трех разных частей востоковедения – политического, академического и, так сказать, условно говоря, миссионерского, идеологического. Оно, в общем, удачно сочеталось и в Российской империи, и в Советском Союзе. Там были некоторые времена сложные, но, в общем, получалось. И вторая вещь – у нас есть восток свой и восток чужой. Восток свой и восток, который находится за границей. Это тоже наша особенность, ее можно по-разному поворачивать, я думаю, что это тоже очень важно. Еще нам важно, мне кажется, не забывать, что у нас вообще большое прошлое с востоком, и оно разнообразное. И вот это надо сейчас, у нас как бы будет всякая большая дружба, и все, но не забывать, что мы никогда не забудем Грибоедова, нам не забудем Григородскую республику, и Хитуания, и так далее, и так далее. Там у нас много очень сложных ситуаций в истории, к которым можно спокойно, к которым можно обращаться, о которых можно хорошо говорить. Еще одна вещь связанная с таким понятием слова «ориентализм», поэтому много было всяких разных дискуссий, разговоров. На самом деле, сейчас такое время постколониального дискурса, востоковедение представляют часто как некий такой страх Запада перед Востоком. Такая главная идея Эдуарда Саида. А с другой стороны, мы видим какие-то, так сказать, комплексы на Востоке по отношению к Западу. Вот эти две вещи должны сниматься. Я думаю, что именно академический венок и снимает их психологически, потому что у нас есть и востоковеды восточного происхождения, и востоковеды западного происхождения. Все опять происходит в России. Вот некие такие вещи нам нужно активизировать, конечно, просвещение пропаганды. Просто, к слову, скажу, что у нас в Кармезаже сейчас открыта армитаж выставка «Дары Востока», посвященная к истории Средней Азии. Это дары хана Хивенского, Коканского и Бухарского российскому итературскому двору. Целая новая выставка в старой деревне, посвященная Востоку. Постоянная выставка Ирана, выставка Александра Македонских, поход на Восток. Это вот, так сказать, про империализм греческий. И целая серия готовится вещей, включая постоянную новую, постоянную экспозицию искусства Китая. Вот это тоже важная сторона, которой все присутствующие здесь тоже очень много занимаются. У всех есть выставочная деятельность. Вот несколько таких общих соображений, если бы, произвольте. Павел Иванович, благодарю вас. Вы скажете, когда вам и Алексею Александровичу нужно будет. Через счет. А, утром, там здесь есть время. Спасибо. Я передаю микрофон Константину Ивановичу Могилевскому, заместителю министра науки и образования России. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Конечно, мы прекрасно понимаем важность сохранения и развития тех достижений, которыми уже на протяжении 200 лет, больше 200 лет славится Россия, славится области востоковедения. Нам необходимо не просто удержать планку, а поднять ее, тем более с учетом новых реалий. И для этого, как Сергей Евгеньевич упомянули, разработан ведомственный проект Миноборнауки. И отдельные детали, какие, что называется, организационные модальности этого проекта, мы бы, конечно, хотели продолжить обсуждать с нашими коллегами, создающимися российскими востоковедами, а в первую очередь на площадке российского исторического общества. Какие контуры этого проекта, что мы уже понимаем, что можем сделать. Первое. Увеличено количество бюджетных мест, так называемых контрольных цифр приема с 860 до 1000. Востоковеды – это всегда штучный товар. Их не нужно готовить десятками тысяч. Но, тем не менее, количество бюджетных мест мы увеличили. И, знаете, что характеризует эту ситуацию и характеризует тех людей, которые идут учиться по направлению востоковедения и африканистика, это отборные люди, палатливые абитуриенты. У нас средний балл по всем учебным заведениям превышает 90 людей, которые поступают на востоковедческие специальности. Только в отдельных случаях он немножко ниже, чем 90, но во многих вузах сильно превышает. Конечно, у нас сложились признанные центры мирового уровня подготовки востоковедов. Это и Санкт-Петербургский университет, и Московский университет, Казанский университет. Высшая школа экономики в последние годы занимает лидирующие позиции здесь. Дальневосточный федеральный университет. У нас крупнейшие научные центры. Находясь в Санкт-Петербурге, я должен первым упомянуть институт восточных рукописей. Конечно, вышедший из одной купели с московским институтом востоковедения, два крупнейших мирового уровня научных центра в Москве и в Петербурге. Это музей антропологии, этнографии, наша знаменитая Кунсткамера, о которой не все знают, что Кунсткамера – это не музей с формальной точки зрения, с бюрократической, а научный институт. Две стороны одной медали очень органично совмещаются в Кунсткамере. Это институт будологии и дипетологии в Улан-Удэ, институт Китая и современной Азии и другие научные центры. И для того, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами стоят, нам, конечно, нужно принять меры по консолидации усилий научных организаций, университетов, власти и бизнеса для повышения качества образования и научных исследований. И, собственно, об этом говорил министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Вальков, докладывая президенту о соответствующих планах. Мы планируем, развивая, конечно, востоковедческое образование, исследования в регионах нашей страны, имея в виду азиатскую часть России, имея в виду те регионы, в которых приграничное сотрудничество идет наиболее интенсивно, создавая новые центры подготовки востоковедов. Мы, конечно, должны усилить поддержку существующих научных школ и профессиональных коллективов. Один из планов состоит в том, чтобы учредить именную стипендию для студентов, для наиболее талантливых студентов-востоковедов. Такая практика существует, но здесь, уважаемые коллеги, мы очень нуждаемся в вашем совете. Это должно быть общее решение, чьим именем будет названа. Вот это именная стипендия, основная стипендия для самых успешных студентов-востоковедов. Мы большое внимание планируем уделить развитию программ академической мобильности. Михаил Борисович сказал, развивая мастер Георгиевичу, о том, как важно знать языки, потому что не просто важно знать языки, а квалифицированный переводчик служит мостом между людьми, которые представляют разные культуры. И квалифицированный переводчик хорошо знает не только чужой язык, он хорошо знает свой, и в этом смысле является послом русского языка и русской культуры. И мы учим здесь восточным языкам в разных университетах, но, конечно, изучение языка в академической среде должно дополняться стажировкой. Взять те же арабские языки, такое количество диалектов, региональных особенностей, что очень важно вернуться к той практике, которая в советские времена поменялась повсеместно, а сейчас у нас выборочно, практике стажировок студентов в той стране, язык которой они изучают и с которой планируют дальше работать. Мы планируем это сделать. Также планируем развивать академическую мобильность и преподаватели. Развитие молодежных лабораторий – это сегодня очень важный формат, который позволяет молодым людям сразу переходить легко из студенческой среды в науку. Вот на реализацию этих мер, которые я обозначил, ряда других запланировали в следующем году 376 миллионов рублей, из которых более 200 бюджетные средства. И проект, конечно, рассчитан не на год, он рассчитан на много лет, но уже через несколько лет должен дать видимый, очевидный результат. Я был бы очень благодарен присутствующим коллегам и тем востоковедам, которые слышат нас, находясь за пределами этого зала, за предложение и идеи о мерах государственной поддержки востоковедческой науки и востоковедческого образования. Спасибо большое. Спасибо, Александр Ильич. Александр Ильич, если именных стипендий будет не одна, а несколько, я бы вам предложил и попросил бы одну из стипендий назвать именем одного из выдающихся советских, российских разведчиков-нелегалов, который долгое время, в течение нескольких десятков лет, и с большим результатом проработал в одной из стран Азии или Африки. Я подумаю, кого из... Нет, имя мы назовем, конечно. Из всех, чьи имена уже известны нашему обществу. Спасибо. Я думаю, что мы обязательно это сделаем. Ну и, в принципе, наверное, на этом под обсуждением можно и поднести черту. Спасибо. Спасибо. Я уже благодарил Владимира Геннадьевича Гронского, хотя я готов поблагодарить еще и еще раз за возможность нам сегодня работать в этих замечательных стенах. Владимир Ильич, вам слово. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Но прежде всего я хочу сказать два слова о нашей библиотеке. Действительно, вы находитесь в первой в России публичной, общедоступной библиотеке, которую основала Екатерина Велико в 1795 году. В мае мы отметили 228 лет со дня основания нашей библиотеки. То есть мы стоящие и мы первые. Ну и, конечно, у нас сформировано огромный совершенно массив книжный, рукописный. И рукописное собрание наше восточное известно не только в России, но и во всем мире и представляет большой интерес для исследователей и для широкой публики. Безусловно, наша библиотека, вот вы находитесь действительно в зале Корфа нашем, она уникальна, если у вас будет возможность, мы готовы вас потом провести по библиотеке. Она, по сути дела, книжный эрмитаж. И вот Михаил Борисович разрешил мне позиционировать библиотеку как книжный эрмитаж. И это на самом деле так. Для того, чтобы убедиться, надо просто посетить несколько наших фондов. Библиотека, ни одно поколение библиотекарь, естественно, изучало наши восточные рукописи, книги. И вот здесь в зале фонда истампов и фотографий мы подготовили выставку «Россия. Движение на восток». От путешествия за три моря Афанасия Никитина до современных наших исследователей. Вот Кораны рукописные мы вам предлагаем взять с собой. Очень интересная книжка нашего ученого Ольги Васильевой, Валентиновны Ольги Валентиновны. Она очень интересный исследователь и действительно погружена буквально во все эти наши... Ну, а вы поднимались по лестнице и видели вот эти каменные плиты. На первом этаже это из турецких крепостей плиты на турецком языке, там разные изречения. Вох-Един и так далее. На площадке между этажами там уже каменные плиты из Самарии, на древнееврейском, арабском языках и так далее. То есть восток у нас присутствует повсюду. Ну и, конечно, в этом году мы отмечаем 140-летие со дня рождения выдающегося арабиста, исламоведа Игнатия Юлиановича Крачковского. Вот в этом зале весной, в марте была открыта большая выставка, посвященная этому ученому, академику, присутствует Михаил Валерьевич Петровский, выступала на этой выставке Ирина Фердовна. Ирина Фердовна, кстати, обещала нам, мы готовим сейчас здесь, в библиотеке, кабинет Игнатия Юлиановича. Выделили две комнаты большие, потому что в 1972 году его вдова Вера Александровна передала нам, нашей библиотеке, его личную библиотеку, 20 тысяч книг, 130 предметов его кабинета рабочего, там и мебель, и личные вещи. Вот часть из них мы показываем здесь, его личных вещей, и книг, рукописи на выставке. И вот в этот кабинет Ирина Фердовна обещала передать нам фикус, который растет у нее сейчас дома. А в кабинете был фикус, у нас фикуса нет. Ирина Фердовна сказала благородно, что она готова, мы заберем. Так вот, мы в октябре приглашаем всех на открытие этого кабинета, он будет очень интересный, потому что это действительно выдающийся ученый. Первый перевод Корана на русский язык он осуществил, и, собственно, тем самым помог широким массам мусульман России знакомиться с этой священной книгой. А у нас находится первый изданный в России Коран на арабском языке, опять же, Екатерина Великая, наша просветительница, в 1787 году первый Коран на арабском языке, который вышел в Россию. Всего четыре, один из них находится у нас. Ну и, конечно, мы очень серьезно занимаемся Востоком, разворачиваемся на Восток. И вот раньше же все больше у нас было контактов Западной Европы с национальными библиотеками, собственно, они у нас есть. Есть такая Всемирная ассоциация библиотек ИФЛа, мы являемся членами. Если многие национальные библиотеки Европы отказались сотрудничать с нами, причем так, хамские отказались, да, то ИФЛа, они, не зная на то, что там заправляют американцы, они продолжают с нами сотрудничать, и мы являемся членами этой ассоциации. Но мы разворачиваемся на Восток. И вот мы провели в прошлом году онлайн-конференцию большую, участвовали в ней 21 страна и 34 доклада было сделано. Страны такие, как Мангладеш, Индия, Иордания, Малайзия, Монголия, государства нашей Центральной Азии, как сейчас их называют. То есть мы очень серьезно подошли к этому, доклады были крайне интересны. Называлась конференция «Библиотечное дело» на трех континентах. Евразия, Южная Америка и Африка. Кстати, из Африки тоже участвовали, из Латинской Америки, из Бразилии, Аргентины. И мы эту конференцию делаем ежегодно, и таким образом осуществляем разворот на Восток. Очень серьезно, потому что современные исследования Востока, они у нас осуществляются. Для тех, кто не знает, я могу сообщить, что у нас крупный научно-исследовательский центр, у нас работают методические центры, научные для всех библиотек России, и не только России. У нас работают 73 кандидата наук и 16 докторов наук в библиотеке. То есть это действительно достаточно крупный исследовательский центр. Ну и, конечно, мы постоянно готовим выставки, связанные с Востоком. Вот не так давно у нас, и до сих пор работает, открылась выставка «Турция далекая и близкая». Очень интересная. Там даже было дефиле костюмов 19 века турецких, которые предоставил нам Измирский институт профессионального образования Измира. также мы сейчас готовим выставку с Институтом древности Израиля на наших материалах и на их материалах. Там свитки Мертвого моря они предоставляют, и мы Ленинградский кодекс Терковича. Был у нас еще на выставке представлен такой востоковед, очень интересный монах, руководитель нашей миссии в Китае, отец Якинф Бичурин. Он действительно оставил большой след, одно время работал в нашей библиотеке, и мы открыли ему бюст в нашем новом здании на Московском проспекте, и была организована тоже выставка. Так что мы к востоку очень внимательно относимся, мы понимаем насколько это важно сегодня, ну собственно это было важно всегда, о чем сказал Сергей Евгеньевич Михаил Борисович, и конечно вносим посильный свой вклад в изучение востока и в изучение книжности востока и рукописи. Спасибо. Спасибо, Владимир Геннадьевич. Я передаю микрофон Алексею Александровичу Маслову, директор Института стран Азии и Африки Московского Государственного Университета имени Ломоносова. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Действительно, мне очень приятно выступать в такой тесной и доброй востоколической компании, учитывая, что многие из присутствующих здесь приняли активное участие в разработке той концепции, о которой сегодня говорил как раз Константин Ильич. Я бы отметил сейчас три очень важных момента в связи с этим. Первое, что это первая программа, которая вообще принимается, насколько я помню, с 1991 года. До этого никогда государство не принимало комплексных программ поддержки востоколической африканистики с готовностью финансировать эти потоки. Это очень важный момент и очень хорошо, что мы увидели единство востоколических коллективов, потому что здесь принимали участие и САМГУ, и Санкт-Петербургский госуниверситет, которые написали ядро этой концепции. Очень активно участвовали в дискуссиях наши коллеги из Института Востоковедения, Института Африки, Института Восточных Рукопедей, из Казанского университета. То есть, наверное, впервые мы оказались объединены в рамках единой программы. На последнем этапе очень активно присоединилась и Высшая школа экономики, во многом близкая мне и по духу и по истории. И оказалось, что действительно мы сошлись на нескольких очень важных тезисах. Эти тезисы, конечно, не столько финансовая поддержка, которая всегда очень важна, но есть несколько моментов, которые нас продолжают волновать. Прежде всего, это поддержание профессионального уровня Востоковедения. Учитывая разговоры разворота на Восток, мы всегда понимаем, что на этой волне Востоковедение могут приходить люди случайные, конъюнктурные, которые дают поспешные оценки, которые не знакомы с востоковедческой тематикой, востоковедческой методологией. Более того, мы видим рост самых различных по России центров, которые пытаются на волне интереса к Востоку быстро решать очень сложные задачи. И не представляю, что до них уже были сотни лет исследований, на которых базируется российская востоковедия. То есть методология, она была создана. Это первое, что мне кажется, надо сейчас очень внимательно и тщательно к этому относиться, это сохранение высокого профессионализма в оценках. Второй еще важный момент, и здесь я солидарен с Михаилом Борисовичем, действительно, нам сейчас противостоит, а иногда помогает новые методологии, и я смотрю, как за счет чат-GDP у нас пишутся работы на китайскую, на индийскую тематику, и казалось бы, все очень просто и чаще разу можно устранить. На самом деле, сейчас мы должны понимать, что только наш опыт работы с Востоком, который пока что больше, чем опыт машинной оценки, может дать реальные оценки, как следствие штучная работа, о чем здесь говорилось абсолютно правильно, я здесь согласен, востоковедие всегда было и остается наукой в известной степени элитной, с точки зрения очень большой трудозатратности подготовки людей, это второй момент. Третий момент, мы должны смириться с тем, и это как раз неплохо, что проблемное поле востоковедения расширилось, оно всегда расширялось, и я напомню, что востоковедение, и здесь опять Михаил Борисович, я могу только повторить его оценки, оно разрождалось и как наука, и как прикладное действие, потому что многие русские дипломаты, разведчики, в том числе и, давайте честно говоря, и руководители разведки были востоковедами, и это значит, что востоковедение давало очень большой объем знаний и оценок других культур, вот это мы должны сохранять и поддерживать, и главный момент, мы должны, мне кажется, сейчас очень важный момент, это не бояться расширять проблемное поле востоковедения, ну, конечно, до определенных причин, до определенных объемов, в том числе, это и взаимодействие России со странами Востока, оценка потенциальных рисков и проблем, которые идут с Востока, это оценка того, как к России относятся на Востоке, это поддержка государственных структур, бизнеса, предпринимательства, потому что то, что мы накопили, мы не должны, мне кажется, держать внутри себя и ограничиваться лишь стенами научных заведений, вот это, то есть мы возвращаемся к изначальным смыслам востоковедения, каким оно и когда-то зарождалось, это сложный болезненный процесс, потому что, конечно, и 80-е с одной стороны годы, и 90-е с другой стороны заставили востоковедение замкнуться в себе как момент самосохранения, но сейчас, учитывая поддержку государства, мы можем действительно значительно расширяться и в известной степени, конечно, надо экстраполировать наши знания, здесь сидящих в том числе и крупнейших институций востоковедческих на другие регионы, развивать новые центры востоковедения прежде всего или возрождать на российском Дальнем Востоке, в Центральной Сибири и так далее, то есть, в общем, мы не обойдемся без серьезной сети востоковедческих центров, которые должны давать и науку и аналитику в полном объеме. Я еще раз хочу искренне поблагодарить в Министерстве науки и образования я впервые, это мои искренние слова, увидел столь серьезную активную поддержку этой программы и я честно скажу, первый раз разговор о новой программе состоялся в ноябре прошлого года и прошло меньше, то есть практически за полгода была сделана не только программа, а в том числе и выделены средства. И еще скажу, что, Александр Ильич, уже есть реальные организации, которые готовы выделить стипендии, готовы поддержать не только бюджетными деньгами. Так что, действительно, мы сделали, по-моему, очень большую работу и я темно хочу благодарить всех тех, кто активно ее поддерживал. Спасибо большое. Константин Ильич, хотел прокомментировать. Да, спасибо большое, Алексей Александрович. Я вас очень хочу поблагодарить за большую работу, которую вы с коллегами сделали. Еще МГИМО на одном из этапов присоединился к нам. Да, Анатолий Васильевич, вы важные вещи сказали, мы все это понимаем, конечно, что это элитная специальность и понятно, что высококвалифицированным специалистам, востоковедам хочется и нужно, наверное, сохранить эту элитарность. А мы понимаем, это не только, далеко не только востоковедение касается. Знаете, если раньше все разбирались только в футболе и в политике, то вот сейчас еще в образовании, особенно в историческом образовании и противодействие дилетантизму это как раз одна из основных задач российского исторического общества прописанного в уставе. При этом, Алексей Александрович, вы сами говорите о том, что нужно выходить из стен учебных заведений и здесь нужно понимать, что когда мы выйдем из стен учебных заведений, то к нам могут разные люди присоединиться. Мы здесь должны найти какой-то баланс для того, чтобы сохранить с одной стороны элитарность и качество востоковедения, а с другой стороны привлекать сюда новых людей, популяризировать вот эту отрасль. Примечательно. Еще раз вас благодарю. Спасибо. Спасибо. Алексей Александрович, вы и Константин Ильич, вы употребили термин штучный товар, грубый термин, применительный к подготовке кадров, но я бы по существу все-таки осторожно к нему относился, потому что штучность не обеспечит потребность нашего государства в различных сферах. Я вот даже сужу по потребностям службы, которую я имею честь возглавлять. Вот за более чем вековую историю отечественной внешней разведки наша служба имела большие успехи на восточном направлении. Почему? Потому что имела таких хороших специалистов с глубоким знанием истории, культуры и восточных языков. И почему? Потому что успехи. Почему? Потому что наше противоборство с западным блоком осуществлялось и осуществляется не только на территории стран западного блока, но и на территории третьих стран, в том числе и на востоке. и вот повторяю, сегодня у нас высокая потребность в этом сложное, потому что я базово не историк, не востоковед, я бывший математик со скромным опытом университетского управления, поэтому может быть то, что я буду говорить, будет немножко более эмоционально. Вы знаете, я человек эмоциональный, но стараюсь, чтобы линию мы выдержали. Я тоже инженер электрометалит. для нас очень профессиональный историк, и мы это очень ценим, Сергей Евгеньевич. Вот я во всех выступлениях моих очень хороших и близких друзей услышал, что мы вошли в фазу третьей сотни лет такого элитного востоковедческого стартапа масштаба в государстве, который, ну, простите мне, это англицизм, но мы понимаем, что стартап это то, что еще не начало производить ощутимую добавленную стоимость в публичном пространстве. И даже сейчас вот мы с Алексей Александровичем действительно спасибо большое нас подключили в Школу Экономики к работе над концепцией востоковедника. Константин Ильич о ней очень хорошо сказал. Мы как раз ощущаем, что, ну, все равно нам говорят, ну, предъявите финансовый заказ на востоковедческий и это, ну, такое решение, которое, ну, ставит нас в один ряд с такими очень традиционными массовыми специальностями, потому что предъявлять прямой заказ, но Сергей Евгеньевич о нем сказал, он очень аккуратный заказ на самом деле. Мы не можем спросить этот заказ в прямую, немножко понимаем. Поэтому все-таки, ну, вот для меня роль востоковеда, я об этом всегда говорил и буду говорить, благо у меня есть опыт возрождения Восточного института в Владивостоке, который, когда я приехал туда ректором, назывался уже Школой региональных и международных исследований. Восточный институт уже был ликвидирован фактически, хотя в 1899 году Алексей Матвеевич Познеев из Петербурга как раз отправился, и брат потом за ним отправился, Мангаловеда, и дальше школа остановилась, поэтому для меня-то, ну, это вообще не пустой звук, и я очень рад, что сейчас высшая школа экономики тоже подключили ко всем проектам и в Минобре, спасибо большое. Кстати, я хочу подчеркнуть, это мало где звучит, но мы в университете сохранили пятилетнюю подготовку востоковеда. И Алексей Александрович, который возглавлял много лет, спасибо большое, эту линию удержал. Университет пятый год доплачивает подготовку востоковедов из собственных средств, и бюджетные места четыре года, но мы продолжаем пятилетние. Ну, и мы рассчитываем, конечно, что пятилетней будет системой во всей стране, но не ожидая там окончания всех экспериментов, мы это продолжаем. 1500 студентов в высшей школе экономики сейчас это востоковеды. Ну, вот, если прозвучало у Константина Ульича тысяча человек, ну, там еще, это же бакалавры магистра суммарно, то есть, так, по-честному, это что, он в 540 бюджетных мест в бакалавриате, 320 в магистратуре, в следующий год, я надеюсь, это будет базовая высшая, специальная высшая, ну, как-то по делу, 600 бакалавров, ну, 600 на базовая высшая, там, ну, может, там, 650 мы наберем на всю страну, то есть, мы сохраняем вектор на элитарность. У меня есть своя оценка, и мне некорректно, наверное, будет ее высказывать, опять же, я такой неопытный управленец, может быть, но, напомню, у нас есть еще на одного бюджетного полтора платных, и мы набираем этих платных по всей стране, вот в те самые центры, о которых Алексей Александрович говорил, не всегда там мы понимаем это качество и внимание, конечно, требуется туда. Но я бы, коллеги, вот завершая короткое совершенно свое выступление, хотел бы сказать, что, конечно, мы сейчас должны больше всего думать о вопросах воспитания и просвещения, поколенческого. И здесь роль востоковедного образования, науки, культуры, я как представитель общества знания регионального, московского, до этого, приморского, считаю, что нам нужно все востоковедное сообщество сейчас подключить к написанию вот тех самых новых учебников истории, чтобы у нас не одна, две главы было, а больше, чтобы мы понимали, как устроена эта культура, как история, это же школьная программа. Знаете, ну, я боюсь даже опрос высшей школе экономики устраивать по австралопитекам, и откуда они роды. Ну, честно, потому что, ну, мы же, ну, вот откуда они, из Африки или из Австралии. Я проценту боюсь. И без качественного просвещения, через все доступные инструменты, и вот я, Сергеевич, хочу сказать, вот очень здорово, что нас консолидировал министр. Министр науки и высшего образования. Нам важно подключить сюда министра просвещения, конечно, сейчас, блок общества знания, региональное общество, тех людей, которые пишут блок ДНК России, встраивая в новые школьные учебники истории, может, консолидация нужна сейчас шире для поколенческого блока, для воспитательного блока нашей молодежи. Ну, не знают они, что такое ЕСАК, какой самый старый город Дальнего Востока. Самый древний город Дальнего Востока, вообще никто не берет этот вопрос. Вот, мне кажется, вот нам, помимо вот элитарности, подготовки, и я верю, что Востоковедение станет научным направлением. И мы получим кандидатов в наук по Востоковедению. Сейчас нет. Но я все-таки рассчитываю на то, что и вся наша молодежь будет знать, что я пять лет там прожил, извините, я дальневосточником стал. Я поэтому, вот для меня это все немаловажно. И памятник Ощепкова я открывал по Волево-Востоке когда недавно. Спасибо большое. Спасибо, Никита Юрьевич. Прошу выступить Андрея Владимировича Головлева, директора Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Унскамера. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я бы хотел обратить внимание на то, что Востоковедение сейчас переживает, видимо, подъем, но вообще говоря, у него измерение российское или у России восточное измерение, оно очень естественное, оно от корней. И очень сложно применить к России понятие, которое иногда входит в моду, в лексику наших историков фронтир. Нет фронтира на Востоке у России, потому что она взяла от Востока очень многое во времена и археологические, и постархеологические в эпохе Великого Переселения народов, тем более тюркских каганатов, и бургского время, монгольское время и так далее. Поэтому, когда мы смотрим на Восток, мы смотрим, в общем-то, привычным взором и в этом отношении нам очень близки иногда мотивы евразийцев классических. Я, будучи в Кунсткамере, понимая, что это учреждение глобальное, что оно о всем, о всей планете, и Кунсткамера действительно говорит на разных языках, если прислушаться, то Кунсткамера звучит разными языками планеты. И вы приходите в отдельный отдел, вас там встречают угощениями из тех концов земного шара, которые изучаются данным отделом. Но не скользает от взгляда, что если отдел Африки все-таки один, отдел Америки один, а вот отделов Азии больше, чем один. Это и Восточная Азия, очень сильный отдел, это и Центральная Азия, это и Центр Исламских исследований с ядром коронистики и даже представьте себе Южной и Юго-Западной Азии. Я спрашиваю специалистов, зачем так обстоятельно они стоят на своем, Южной и Юго-Восточной. В этом что-то есть важное для вот такого восточного мировоззрения, такие уточнения, недостаточно ли просто Южного измерения, нет, оставьте, пожалуйста, еще Юго-Запад, это вот столько разных Востоков, разных Азий в Кунсткамере, и ничего удивительного в этом нет, потому что вообще говоря, понимание России и себя началось с Востока. Мессершмитт, Даниэл Мессершмитт поехал для изучения России на Восток и привез, собственно, знания о России оттуда, с Востока. Вот сложилось эксорианта люкс, свет с Востока, пусть по-латыни звучит, но понятно. Для того, чтобы понять Россию, нужно уехать из Санкт-Петербурга, добраться до Камчатки, первая Камчатская, вторая Камчатская, превратившаяся в Великую Северную, но вот оно познание с Востока. Империя раскатилась с Запада на Восток, а себя познала с Востока на Запад. И поэтому неудивительно, что вот Кунсткамера, оставившая, сохранившая в себе так много из истории самопознания России, действительно хочет по ступенькам и на каждой встречается призрак, призрак самопознания России в этой самой Кунсткамере. Кюнеровские чтения все еще идут, Лавровские чтения, Маклавевские чтения. Словом, в этом отношении действительно востоковедение представлено у нас, а мы зеркало, зеркало самопознания нашей страны. Очень невыразительно, и, наверное, самым ярким директором Кунсткамеры был Фридрих Вильгельм, он же Василий Васильевич Радлов, блистательный директор, академик Радлов-Чурполок, и он у меня, я в сонме людей, к которым я постоянно обращаюсь, его портрет в кабинете директора до сих пор, образец директорства. Если говорить о блистательных востоковедах, которые, безусловно, связывают многие направления науки, образования, академии, Кунсткамеры, да, конечно, Сергей Федорович, Вальденбург, и обращаю ваше внимание, что это имя, звучное имя, очень достойно вот той номинации, которую мы с вами упоминали. И вот в серединке, вот в этой части здравицы, я бы хотел отметить, что очень важно обращать внимание не только на современные проекции и возможности, но и на вот эти корни глубокие. Востоковедение не надо поучать, как важны корни и как крепки традиции и хорошая новация всегда рождается из крепкой традиции. И в этом отношении я просто как кулик со скочки своего болота напоминаю, что следующий год это не только трехсотлетие Академии наук, но и трехсотдесятилетие старой нашей доброй Кунсткамеры. Если есть, Сергей Евгеньевич, возможность, мы отправляли, конечно, там в список дат, но вот есть и такая дата триста десять. Полезно обращать внимание на корни, которые существуют. Их не надо выдумывать. Вот что хорошо, она есть, эта самая Кунсткамера, этот ствол, этот корень традиций. Я думаю, что вот не в собственную пользу, а отчизны ради надо бы вспоминать вот то, что очевидно, но мы иногда забываем. Очевидно, иногда забываем мы из-за Востоковедения то, что недавно в Кунсткамере мы реализовали выставки, посвященной Корее глазами Карла Вебера, Карла фон Вебера. Я поражаюсь тому, насколько мы плохо пропагандируем, это вам упрек. Согласен, согласен. Элитное знание Востока. о том, как мы не знаем и убедились на этой выставке, как это выглядело, как это интересно, как это здорово для сегодняшнего дня, понимание того, что вот в том девяносто... восемьсот девяносто пятом, восемьсот девяносто шестом и девяносто седьмом годах Карл фон Вебер, Вебер, посланник Петербурга, его коллекция затем приехала в Кунсткамеру, и мы на ней делали нашу выставку, был по существу душеприказчиком Вана Канжона, этот король Кореи, который в ту пору делал выбор между Китаем, Японией или Кореей. Корея была еще только белым, неосознанным таким табуля раза, что мы есть. И он сделал выбор в пользу России, прежде всего потому, что Россия была в ту пору страной, которая не захватывала, не пожирала. Все вокруг алчно смотрели на том, как добыть Корею. Единственный зонд, который уберег Корею в ту пору, была Россия. Иван Канжон скрывался целый год, с февраля по февраль 1996 по 1997 год в Доме представительском России. Это тоже удивительная традиция, очень красивая, очень сильная. Я думаю, что пропаганда образа России как патрона, как страны благожелательная, очень важная. И в конце я просто хотел бы отметить еще одно измерение, которое мне очень близко. Вот востоковедение или вообще противопоставленное этому западное ведение, такого как-то нет, хотя у меня есть одна диссертация, защищенная по исследованию британских островов, туземцев британских островов. Но есть такая общепризнанная или принятая мировая позиция the west and the rest. Запад и все остальное. И поэтому нам неудивительно, что к востоковедению относится африканистика. Почему часто туда и океане относятся. Все подряд востоковедение. Может быть, в этом есть какая-то своя правда. Но я обращаю внимание на то, как северовед, что на юге есть гораздо более южные страны, чем Россия. На западе в Европе есть гораздо более европейские страны, чем Россия, хотя она тоже частичная Европа. На востоке при всей нашей склонности в этом направлении есть гораздо более восточные страны. А вот более северные страны, чем Россия, на свете нет. И в этом отношении мы, как правило, стремимся на восток. Запад и Юг, не замечая, что нашим надежным тылом, опорным краем является Север. По этому поводу я, как Севера в этом, не могу упустить случай, подарить вам, Сергей Евгеньевич, книгу «Северность России», где я прописал академическое основание вот этой концепции. Повторяю, это ничуть не противоречит всем остальным взглядам, намерениям, искушениям и действиям России. Спасибо. Спасибо за подарок, Андрей Владимирович. Вы абсолютно правы в том, что Востоков несколько или много, и каждый из них разный. И, конечно же, популяризация знаний о разных Востоках имеет большое значение. И в работе популяризации необходимо пользоваться всеми современными средствами коммуникации, даже не очень современными. Вот, знаете, я каждый вторник, если нахожусь, передвигаясь на автомашине от 18 до 19 часов, я включаю радио ФМ. И с огромным удовольствием слушаю передачи Алексея Александровича Маслова о Китае глубокие, о прошлом, о настоящем. Вот, я это говорю к тому, чтобы призвать знатоков разных Востоков пользоваться разными средствами коммуникации, чтобы вести вот эту очень полезную историко-просветительскую работу. Спасибо. Андрей Владимирович, а вот Вы сказали, что, наверное, есть смысл и в том, что есть там формально две категории. Запад и... Основное. Да. Вот сейчас это приобретает еще больший смысл. Есть Запад, а есть глобальное большинство. Можно называть его глобальным йогом, глобальным Востоком, но смысл в том, что это глобальное большинство. И мы, так сказать, находимся в этом глобальном большинстве. Спасибо. Передаю микрофон Олегберу Колобековичу Олегберову, директор Института Востоковедень Российской Академии Наук. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Я первый раз участвую в этом формате, очень приятно. Я хочу сказать, что абсолютно справедливо Константин Ильич тоже сказал, что это нужно делать именно в рамках общества исторического российского, потому что все-таки мы говорим о Востоковении, о комплексной дисциплине. Это действительно очень много разных направлений науки. Но все равно история является основным хранителем опыта и социального, и религиозного, и культурного. И поэтому историческое измерение, оно, наверное, самое правильное. Сегодня как раз, если мы говорим о традиции, это как раз тоже аспект истории, мы должны понимать, что если изменился мир, если все вокруг меняется, то, естественно, что Востоковеденье, как наука, отражающая процессы на Востоке, не может оставаться такой, какой оно было раньше. И, безусловно, перед Востоковеденьем стоят очень важные, большие задачи. И самая главная задача, как мне кажется, в условиях изменения технологического уклада, в условиях изменения геополитической ситуации, в условиях, когда все вокруг меняется, и все вокруг приобретает совершенно такую динамику безумную, которую мы просто даже не могли себе представить, в этих условиях Востоковеденье не может оставаться вот такой, какой-то неменяемой, вот такой костной, вот такой, как бы сказать, она тоже должна быть динамической, она должна меняться, она должна преопределять свои задачи, цели. И в этом смысле, если действительно Востоковеденье начиналось, как наука западная по происхождению, изучающая чужую культуру, и на основе языка собственной культуры, и мы видим, как к этому, к ордентализму относится сейчас Восток, не очень надобрительно, то сегодня ситуация абсолютно другая. Если в то время не было вообще на Востоке никаких научных, в строгом смысле этого слова, школ, сегодня, конечно, в странах Востока такие школы научные, которые, извините, превосходят очень много, другие некоторые страны западные не могут похвастаться такими школами, которые есть, например, Эмираты готовятся там на Марс выйти, еще какие-то, то есть фантастические проекты на Востоке, то, что делают китайцы фантастические, то есть это другой мир, там другие школы появились, и мы, конечно, никогда не были покровительственными исследователями Востока, мы смотрели на Восток как на себя в зеркаль, то есть потому что действительно часть Востока, вот Андрей Владимирович очень красиво сказал, что Россия нет фронтира на Востоке, а Россия это государство-цивилизация, вот как государство-цивилизация, конечно, там нет никаких разрывов, никаких, и в этом смысле изучение Востока это действительно акт самопознания, ну вот какие преимущества у нас есть, мы, конечно, наша классическая наука огромными традициями сделала столько, что Восток не может за нами угнаться, в том смысле, что у нас были мощные научные школы, а классические вещи, они, первопроходцы все равно остаются, во многих странах первопроходцы русские, например, вот они даже чуть ли не святые, вот в Непале, например, там и в других странах, переводятся книги, вот китайцы переводят теперь, вот и литвинского переводят до этого еще, то есть они очень интересуются тем, что сделали российские востоковители. Что касается того отношения, как они к нам относятся, конечно, для Востока России, как мне кажется, мы, конечно, другие и для Востока, и для Запада, но особенность заключается в том, что мы для Запада свои чужие, то есть мы другие, но свои, свои другие, понимаете, и для Востока мы тоже другие, но свои, есть дальние какие-то там, которые захватывали и так далее, то есть вот это быть другим, но своим, и в этом смысле вот евразийство, имея в виду все континентальное измерение России, включая Европу, потому что у нас все-таки поворот на Восток, а не разворот, и поворот означает восстановление утраченных позиций, и на Западе, конечно, тоже мы будем тоже бороться, я думаю, что другие науки у нас есть, которые призваны, и западные направления тоже осваивать. Наша задача осваивать восточные направления, и в этом смысле мне кажется, что вот евразийство – это правильная стратегия, которая, как только с западными, с восточными коллегами говоришь о том, что мы хотели бы не допустить здесь, у нас, в нашем доме, никаких там внешних влияний, они это очень хорошо понимают. То есть вот эта формула, которую наш президент сказал, что Евразия – это не территория для геополитических игр, вот это наш дом, то есть это хорошо работает, понимаете, потому что это действительно наш дом, и нам важно здесь выстраивать свои какие-то, и в том числе в рамках БРИКС, в том числе в рамках ШОС, именно на принципах взаимовыгодных и так далее. Теперь, каким образом мы видим перспективы Востоковения в институте Востоковения? В первую очередь, безусловно, нам, конечно, нужны кадры, и мы очень с большой надеждой смотрим на все вузы, потому что мы, вот я был на ФУМО три дня назад, четыре дня назад, не так давно, вот, и там основная была дискуссия о форматах либо пять лет специалитет, либо четыре плюс два, вот, и мне кажется, что должны быть все цветы, должны, мне кажется, сколько денег вложено, другой вопрос, что, безусловно, вот у нас два основных направления, первое, это классический цикл, где специалитет, мне кажется, идеален, просто по-другому никак нельзя, надо, чтобы с первого курса человек изучал язык, и обязательно у него должна быть стажировка. Но для современного цикла мы просто специалитетом мало чего добьемся, потому что здесь нужны, не столько, когда говорят об элитарности Востоковения, я хотел бы пояснить, что элитарность, она не потому, что Востоковеды какие-то особые, или они просто язык изучают, а просто потому, что, чтобы стать хорошим Востоковедом, надо очень долго учиться, и учиться всю жизнь, и где-то там после 30 он начинает быть уже Востоковедом, понимаете, вот это просто много вкладывается в этого человека, и в том числе профессионально, в том числе с точки зрения компетенций, и вот эти компетенции, уникальное соотношение компетенций, это делает уникальным специалистом, и таких специалистов не так много, на самом деле, поэтому воспроизводство этих специалистов, пока есть научная школа, вот это задача. У нас к нам обращаются министерства различные, в том числе вот министерства промышленности, торговли и другие, просят у нас в институте Востоковения дать им специалистов, понимаете, но мы не дадим наших специалистов, мы их сами растим, нам нужны специалисты, чтобы вот на факультетах, если есть какие-то там приходят отдельные люди, чтобы модульно с каждым человеком работали и заранее уже определяли, я так понимаю, что у вас как раз будет на эту тему встреча, и это очень правильное направление мы поддерживаем. Теперь о перспективах, которые, я считаю, в наступившую цифровую эпоху, очень важными приоритетами. В первую очередь, безусловно, и в классическом цикле, и в цикле современных исследований очень важно использование цифровых технологий. То есть, что я имею в виду, сейчас практически не осталось научных дисциплин, которые не используют цифровой инструментарий, потому что цифровой инструментарий – это прежде всего верификация, возможность проверки, возможность быстрого достижения каких-то там базовых результатов, с тем, чтобы потом эти результаты дальше доводить. Это специальные программы, если это, например, у нас 12 экспедиций восточной археологии, и все экспедиции практически используют цифровые технологии и машины, там, например, роботы подводные. И этих программ просто нет ни у кого, кроме нас, это наши разработки. И благодаря тому, что у нас есть такие разработки, китайские подводники тоже имеют в виду подводники и археологи, а хотят с нами сотрудничать, сейчас приедут, и мы будем как бы… То есть, это возможность, если у нас есть что-то, чего нет у других, мы привлекательны, мы интересны. Теперь в классических исследованиях есть много сфер, в том числе, например, источниковедения, вот рукописи. Этих рукописей только у Ирины Федоровны 150 тысяч, понимаете. А у арабистов в Петербурге 6-10 человек, может быть, 15 человек. Если всех собрать, будет 25-30 рукописников, я имею в виду. Здесь сидит один из них, у нас руководитель и ведущий научно-сотрудник Центра рукописей исламских. Вот. Они никогда не успеют это все, 150 тысяч рукописей. Нужны цифровые инструменты, которые позволяют эти быстро переводить и так далее. У нас есть программы, но, к сожалению, мы немножко не успеваем. И западные коллеги, они в этом смысле и клинописи читают уже. То есть, к сожалению, вот эту работу, вот эти распознавалки делать, то есть это работа, которая очень перспективна, и для этого нам нужны коллаборации с IT-специалистами. Они очень нужны востоковедниками. Вот, чтобы вот эти ребята приходили бы к нам на практику, чтобы не все шли в ВПК и так далее. В ВПК, конечно, в первую очередь мы тут поднимаемся руки и готовы. Но нам тоже нужны специалисты-программисты, это очень важно. И современные исследования, все завершая, хочу сказать, что современные исследования устоковедов, как было в советское время, сейчас уже нельзя это делать. Вот, вот, как мы раньше работали, писали, там, транспорт в таких-то годах в такой-то стране, это никому уже не нужно, понимаете. Сейчас действительно эти чат-GPT и другие, они делают эту работу не хуже, может быть, да, то есть открытые данные, они легко обрабатывают. Но нам нужны и такие исследования, которые позволили бы, во-первых, чтобы мы были вовлечены в процессы, мы в этом смысле активно вовлекаемся. И вот у нас каждый день какая-то конференция, вот вчера закончилась, обсуждалась, мы обсуждали с форматой коллективной безопасности в одной из стран, и это с экспертами высокого уровня из разных стран. Вырабатывается, то есть мы делаем вот эту часть работы, очень важную, практическую часть. Мы должны быть вовлечены, и тогда мы можем не только снаружи смотреть на проблему, которую изучаем, но и быть вовлеченными, смотреть изнутри. И последнее, что я хотел сказать, что все равно ключевым является культура. Что бы мы ни говорили, без культуры и через культуру идет коммуникация. Через культуру любая страна, прежде чем обсудить там даже Индия, Пакистан, как только политические повестки, они сразу, тут сразу, как только какие-то общекультурные вещи, они готовы сотрудничать даже в каких-то совместных форматах. Поэтому мы, востоковеды, люди, знающие традицию, мы должны эту традицию использовать на благо России, и тогда у нас будет перспектива. Спасибо. Спасибо, Олег Викторович. Двольте. Да, пожалуйста. Михаил Викторович, спасибо большое, Алексей Александрович. Спасибо, успехов вам желаем. Спасибо. И до встречи. Спасибо. Я передаю имя Пехон Ирине Поповой, директор Института Восточных Рубокисей, Российской Академии Набу. Большое спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, дорогие коллеги. Я бы хотела остановиться на вполне конкретных проблемах, которые, я считаю, определяют перспективу нашей дальнейшей работы. Во-первых, пандемия ковида изменила мир значительно и безвозвратно, включая Восток, который во многом более всего от этого обстоятельства пострадал. И сейчас Восток только-только начинает приходить в себя, пытаясь вернуться в прежние руслы жизни. Последствием этого обстоятельства становится во многом нарушение наших прежних, привычных нам связей и усиление бюрократических процессов, которые связаны, вот, что называется, с организационными моментами нашей жизни. При этом еще, конечно, следует учитывать ту логистику, которая сейчас реально существует, вот на Востоке в частности. Тем не менее, поворот России на Восток является неизбежным и требует пристального внимания к проблемам и тем, что раньше стояли перед российской ориенталистикой, и тем, что появились в том, что мы сегодня неоднократно говорили об уникальности отечественной востоковедной школы, которая благодаря собранным поколениями граждан России рукописям и книжным фондам сумела создать редкие специальности, представленные в мире единицами исследователей. Вот не каждая страна могла позволить создать египтологию, тангутоведение, дуньхуановедение, сандологию, каптологию и так далее. Вот России это удалось. И теперь эти дисциплины составляют престиж нашей науки и играют важную гуманитарную представительскую роль. Здесь, конечно, возникает вопрос о соотношении элитарности и массовости востоковедений. Другое дело, что молодежь неохотно обращается к этим дисциплинам, что в немалой степени связано с трудностью освоения древних восточных языков. Тем не менее, любые меры по сохранению таких направлений остаются важной государственной стратегической задачей. Неоднократно отмечалась сегодня задача о цифровке сохранения наших фондов. Да, действительно, это важная перспективная цель, стратегия. Но, к сожалению, в государстве нашему не хватает такой единой программы. Потому что многие проекты, вот это я уже вижу даже как эксперт, рассматривая их, ну, что называется, не имеют даже целевой аудитории и не имеют такого стратегического перспективного понимания, зачем это нужно. Ну и кроме того, большой проблемой является вопрос сохранения и публикации архивных документов. Потому что очень многое уходит в цифру, в чем я имею в виду не просто наши фонды, а вот то, что связано с нашей текущей исследовательской работой и научной, и, скажем, той же документацией, включая личную. Какими должны быть архивы будущего? Как формировать персональные фонды? Как сохранить корреспонденцию, которая часто является очень ценным, даже бесценным источником по истории науки? Наши университетские преподаватели, наши учители начинали думать об этом при жизни, и сейчас эта культура формирования древних архивов, по сути, при жизни актуальна, как никогда. Очень я поддерживаю тезис Константина Ильича о том, что необходимо сохранять русский язык, и не просто сохранять, а развивать культурное пространство русского языка, которое неуклонно сокращается. Основными хранителями русского как языка науки в бывших республиках Советского Союза были выпускники российских вузов и аспирантуры. Сейчас таких людей становится все меньше. В 2008 году мне довелось в Туркменистане общаться с одним молодым сотрудником Института рукописи Национальной Академии Туркменистана, который очень плохо говорил и понимал по-русски. Но зато, будучи выпускником университета Урумчи, он прекрасно знал китайский язык. И в итоге мы с ним общались именно на китайском языке. Принятая 10 лет назад, гениальная стратегия Китая «Один пояс, один путь» имеет мощную гуманитарную составляющую, нацеленную на планомерное вовлечение в орбиту влияния Китая наших бывших союзных республик. Хочу напомнить, что совсем недавно, 18-20 мая, в городе Сиань, древней столицы Китая Чинани, состоялся культурный саммит Китай-Центральной Азии, участниками которой стали первые лица Китайской Народной Республики, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. России, как мы знаем, среди участников этого саммита не наблюдалось. В результате было принято немало важных заявлений, в том числе принято решение о создании механизма встреч упомянных государств раз в два года, подчередной в Китае и в одном из государств Центральной Азии в алфавитном порядке. Напомним, что алфавит пока остается русским, и переговоры между участниками велись на русском языке с переводом на китайский. К открытию форума было приурочено открытие Генерального консульства Казахстана в Сиане, и важным следствием стало объявление Сианской стипендии для иностранных студентов из пяти стран Центральной Азии. В этом смысле мы должны и можем учиться у нашего великого соседа. Тем более, что позиции русского языка и русской культуры Центральной Азии, хотя и сильно подорваны, но не разрушены до точки невозврата. Два дня назад, День России, 12 июня, я пользуюсь лучшим и поздравляю всех присутствующих с этим праздником замечательным нашим государственным, я получила несколько замечательных поздравлений от моих коллег-преподавателей из Средней Азии, но это в основном люди моего поколения, конечно, Из Узбекистана. Вот такое поздравление. Примите самые теплые пожелания в день празднования Дня России. Великая страна. Пусть победа будет не за горами, и все невзгоды закончатся. Со времени Петра Великого Россия была всегда непобедима. Очень люблю вашу страну, и для меня этот день также праздничный. Шахну Заганиева. Из Таджикистана поздравление. Примите самые теплые поздравления из Днем России. Желаем, говорю не только от себя, но и от всех моих близких, вам победоносного окончания сложного этапа, после которого, как правило, всегда наступает расцвет всего наилучшего. Голоду к худую. И в завершении мне хотелось бы все-таки отметить, что решение любой, казалось бы, самой сложной задачи, возможно, если бы было четкое понимание цели, ее значения. Спасибо большое, Елена Федоровна. Как я уже сказал в выступлении, одна из крупнейших коллекций восточных рукописей находится в Казанском федеральном университете. Я хотел бы попросить выступить Рамиля Равиловича Рудинова, директора Института международных отношений Казанского федерального университета. Равиль Равилович одновременно возглавляет и отделение российского исторического общества в Республике Татарстан. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич, Константин Ильич, дорогие коллеги. Я буду краток и, если позволите, озвучу предложения, которые напрашиваются из всего контекста обсуждения тех вопросов, которые были в первую очередь увязаны с подготовленной программой развития востоковедного образования. Мне представляется чрезвычайно важным информационно-аналитическое сопровождение программы, внимательное и тщательное отношение к анализу современного состояния востоковедного образования и исследовательских проектов не только специализированных университетов и академических институтов, а нужно признать, что на сегодняшний день по направлению востоковедения и африканистика бюджетный набор осуществляется в 15 вузах страны, контрактные в 18. Но ведь и целый ряд замечательных учреждений и образовательных центров осуществляют подготовку специалистов вне рамок направления востоковедения и африканистика, например, в ведущих лингвистических вузах, в образовательных учреждениях, ориентированных на Восток и Азию, готовящих военных переводчиков, международников, экономистов, юристов, политологов, журналистов, специалистов для силовых структур, иных ведомств, учреждениях систем высшего исламского образования. То есть, на самом деле, значительный, больший потенциал востоковедного образования, подготовки специалистов в стране. И это не только классические центры Санкт-Петербурга, Москвы и Казани, но и огромное пространство от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. И этот опыт надо не только изучать, но в первую очередь проанализировать. Потому что за последнее время достигнуты значительные прорывы, в том числе и в технологиях образования, инструментарии образования. Есть замечательные примеры Высшей школы экономики, МГИМО и так далее, и так далее. Дальний Восток – существенный прорыв за последние пятилетия. И поэтому мы должны сейчас говорить уже не только о создании и усилении наших классических центров, но и создании мощной сети по всей России, центров ориенталистики, которые будут объединены единой концепцией подходов, но имеющих свою специфику, так как они представлены и на юге России, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Но важными темами для обсуждения информационного, аналитического должны стать, на мой взгляд, обсуждение приоритизации востоковедных исследователей, с кем? С работодателями, с центрами принятия решений, представителями бизнес-сообщества в том числе. Очень важны понимания и осознания вопроса, связанные с трудоустройством выпускников востоковедных вузов и их закреплением, направлениями и центрами академических и мобильных, о которых говорил Константин Ильич, причем студенческих, преподавательских, в разделе стран, языков, направления подготовки, вопросы стажировки, развития системы эффективных стажировочных программ, инвентаризации лучших практик, лучших инструментов и вопросы, связанные с цифровизацией наследия. Все это, уважаемые коллеги, на самом деле уже отработано, в первую очередь, в Российском историческом обществе, в Министерстве науки и высшего образования и реализуется в рамках развития высшего исторического образования. Так, благодаря проведенной экспертной оценке, стало очевидным, что страна за последние пять лет теряла высшее историческое образование в целом ряде субъектов России, особенно на приграничных территориях. И вот благодаря, были приняты принципиальные шаги по исправлению этих опасных тенденций, были разумно перераспределены контрольные цифры приема, были поддержаны региональные вузы, фактически возрождена сеть высшего исторического образования в России. Я могу приводить много примеров вот этого эффективного анализа реальной ситуации. Поэтому, если вы, уважаемые коллеги, не возражаете, Казанский федеральный университет взял бы на себя и честь, и обязанность создать на базе уже существующего у нас учреждения научно-исследовательской лаборатории «Восточный разряд» возможность проведения, с объединением всех коллег из различных наших центров экспертную группу для реализации, эффективной реализации нашей программы. Спасибо. Амин Анатольевич, спасибо. Мы с благодарностью поддерживаем вашу инициативу и спасибо за участие в нашем группе «Будснале». Коллеги, у нас осталось, может быть, 4-5 минут для коротких комментариев. Пожалуйста, кто хотел бы еще? Илья Владимирович. Совсем коротко, если я прошу. Что, тех инструментов, которые понадобятся нам в деле возрождения тех традиций славных, которыми обладает Российская школа востоковедения, я вот буквально два слова об этих инструментах, они могут быть разными. Понятно, что это программы, понятно, что это книги, но мы много говорили и сегодня тоже затронули этот вопрос о цифровизации. Вот один из таких инструментов, очень важный и особенно приятный, что он был поддержан в свое время, это проект Российским историческим обществом, это проект открытого портала восточных рукописей, который называется «Моноскрипта Исламик». Сейчас он поддерживается уже Российским научным фондом. Это открытая база данных, библиотека, там уже больше двух десятков правообладателей, то есть тех заведений, которые владеют восточными рукописами, которые при нашей методологической поддержке их описывают, выкладывают, цифруют. Это очень важно, это прекрасный инструмент для тех востоковедов, которые готовятся войти в профессию и уже развивают свои навыки. Эти инструменты могут быть разными, вот я представляю два учреждения, с одной стороны академическое, с другой стороны музейное. Вот очень приятно, что сегодня, кстати, несколько раз изучал слово «Африка», как одно из направлений востоковедных исследований. Я напомню, что у нас до недавнего времени не было ни одного музейного учреждения, которое было бы связано с африканскими проблемами. Сейчас такой филиал нашего музея появляется в соответствии с поручением президента, которое в 2020 году было дано. И Государственный музей Востока, как базовая организация для создания такого музея, я думаю, что в 2025 году мы уже сможем, будем, надеяться, пригласить вас в стены этого филиала. Музея истории и культуры стран Африки. Мы обладаем огромной коллекцией, там больше 2000 предметов, которые связаны с историей и культурой Африки. Очень важно, что эти предметы никак не связаны с тем ужасным колониальным прошлым, которое Африку оставил Запад. Поэтому вот это заведение, я думаю, тоже послужит тем самым прекрасным инструментом для воссоздания, продолжения тех славных традиций, которыми российское востоковение и африканистикой обладает. Спасибо. Спасибо. Аблахович, пару слов, пожалуйста. Спасибо большое. Глубоко уважаемые коллеги, хотел бы обратить внимание, что у нас в Санкт-Петербургском государственном университете есть восточный факультет. Со своими традициями, с очень высоким уровнем преподавательского состава. И они готовят как штучно профессионалов, так и отдельные учебные группы. Хотел бы отметить, что традиции востоковедения у нас в университете, ну, как Константин Ильич отметил, более 200 лет. Хотя нам 300 лет будет в следующем году. Но главное, что хотел бы отметить, вот сегодня говорили о проблемах востоковедения в широком смысле. Мне кажется, что очень важно в этом русле иметь в виду историческую культуру в широком смысле, просвещение и образование. И в данном случае не только там, где изучают востоковедение. Ну, к примеру, у нас в университете есть три факультета, которые занимаются историей языком. Это институт истории, восточный факультет и филологический факультет. Мы изучаем институты истории Запад, Европу, Америку, а восток есть только отдельные курсы. Вот в русле современных перемен мы предусмотрели в учебном плане расширение часов на историю стран востока. Но мне кажется, заложенное сейчас должно перейти еще в школу. Вот я обратил внимание, что молодежь немного сторонится востока. Истории, культуры, специфики. Это потому, что они не знают восток. Мне кажется, проблему надо поставить шире, чтобы она охватила образование в целом и историческое образование в первую очередь. Спасибо. Спасибо. Александр Анатольевич, Вы что-то добавите? Только большое спасибо российскому историческому обществу за креативность, за то, что вот даже здесь в такое премии, в таком месте собрались мы. Я уже не говорю, что я как руководитель Санкт-Петербургского общества развития научных и культурных отношений с Турцией от фонда «История Отечества» за последние четыре года получил два гранта. Я провел с турками круглый стул на тему Чесненской битвы, где они признали нашу победу, так сказать, пять профессоров. И в этом году проводим 145-е годовщина победы в последней русско-турецкой войне. Приглашены опять же из Турции ученые. Я думаю, что опять же только благодаря РИО мы получим также неплохие результаты. И поскольку коллега упомянул Санкт-Петербургский госуниверситет, я представляю факультет международных отношений. И в пику коллеге скажу, что после февраля прошлого года примерно 70% студентов в качестве второго языка избрали арабский, турецкий, китайский, японский. Это очень, на мой взгляд, знаменательно. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, я хотел бы всех поблагодарить за очень интересную и полезную дискуссию. Мне представляется, что проведенный сегодня нами круглый стол – это такой хороший дополнительный импульс для понимания и государством, и нашим обществом, значения востоковедения, значения и фундаментальных, и прикладных исследований в этой сфере, значения популяризации знаний о Востоке, ну и, конечно, большое значение в части подготовки соответствующих кадров. Еще раз спасибо и всем желаю успехов.